На Уркин Медиа информационная программа новости о событиях этого дня вам расскажут наши корреспонденты. Я Ольга Сивоха. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Опасная температура. Пять балхашцев попали в больницу с обморожениями. Отморожение третьей АБС степени. Соседский холод. Жители микрорайона Сабитовой замерзают из-за пустующей рядом квартиры. Вот так вот все время ходим одеты. Вакантные места. Больше сотни специалистов требуются в организациях балхаша. В Балхаже пять человек получили обморожения. Несколько поступили в центральную больницу с начала недели. Всего по стране таких случаев больше двухсот. Больше всего пострадавших почти девяносто в Карагандинской области. Сейчас в травматологическом отделении двое пострадавших с обморожениями. Один без определенного места жительства. Прохожий нашли его на улице и отвезли в приемный покой. Бездомный был нетрезвым. Врачи диагностировали у него обморожение пальцев ног. Такой же диагноз поставили еще одному пациенту. Мужчина получил повреждение на трассе, когда сломалось его авто. Сейчас оба проходят лечение. Отморожение третьей АБ степени имеется у одного больного. У второго уже произведена операция, произведена некролектомия. Пальцы останутся за живот и будут передвигаться самостоятельно. Жители микрорайона Кунрад уже несколько дней сидят без отопления. Температура в некоторых квартирах опустилась до 7 градусов. Жильцы вынуждены ходить в помещении в верхней одежде, шапках и сапогах. Почему люди замерзают и когда тепло вернется в дома, узнавали наши корреспонденты. Вот так вот. Холодно. Мои цветы замерзают. Это безобразие. 80-летняя Тамара Панина ходит дома в шапке и сапогах. По словам женщины, уже около недели в квартире нет отопления. С приходом морозов температура в комнатах опустилась до 7 градусов. Спать приходится под двумя одеялами, а днём надевать верхнюю одежду. Это не улица. По улице в сапогах, но не в квартире. Тапочки мои в спальне стоят. Я как утром оделась, но я ноги не согрела до сих пор. Хоть в сапогах ноги у меня не согретые. И руки замерзают. По официальной информации, 23 января в котельной Конраде случились неполадки. Возникли проблемы с основным насосом. Из-за этого температура подаваемой воды упала. Без тепла остались жители улиц Болхашская, Корняцкая, Новорудная и Русакова. Вышел из строя основной насос. Работники котельной вовремя это не заметили. Начальник участка получил за это выговор. Ситуацию ещё будем разбираться. Чтобы такого больше не повторилось, котельную взяли на особый контроль. Сегодня аварию устранили. К вечеру температура в домах Конрадцев должна подняться. За холодные дни жители микрорайона могут получить перерасчёт. Для этого им нужно обратиться с заявлением в Сужилутранс. Виктория Буханцева, Руслан Сипен, Оркинмедиа. Холодное соседство. А жители дома в микрорайоне Сабитовой замерзают из заброшенной соседской квартиры. В ней четыре года никто не живёт. Стёколы, батарей, даже пола в комнатах давно нет. Из-за этого в квартирах через стену температура не поднимается выше 18 градусов при стабильном отоплении. Подробности в сюжете. Ну вот, видите, показывает всего 18 градусов. Пенсионерка Татьяна Лазарева регулярно смотрит на домашний термометр в надежде, что столбик поднимется. Но вот уже несколько дней отметка упорно остаётся на 18 градусах. При этом батареи в доме женщины горячие. Когда утром встанем, начинаем печку включать, что-то готовить. Ну, немножко поднимается на один градус. Вот так вот всё время ходим одеты. Мы заменили стояки. У нас горячие батареи. Причиной температурного дисбаланса стала квартира через стену. От неё холод пробирается ко всем соседям. Здесь никто не живёт уже четыре года. Последние два там обитали бездомные. Отопление, канализация и света давно нет. Стёкла выбиты. Вместо них работники КСК натянули на окна целлофан, чтобы хоть как-то помочь соседям. Но и этого хватает ненадолго. На кухне тоже такая же история. Видите, полетели. По словам соседей, хозяин жилплощади умер. Сейчас специалисты ЖКХ направили запрос в управление юстицией, чтобы установить, кому по закону принадлежит жильё. Если установится, что собственник умер, то нами, Акиматом города Балхаш, будет инициировано исковое заявление о прекращении о признании данной квартиры вымороченной и передать коммунальную собственность. Для дальнейшего предоставления гражданам нуждаются жилища. Пока вопрос решается, власти пообещали помочь соседям холодной квартиры и закрыть окна. Виктория Буханцева, Серик Кисипаев, Оркенмедиа. Больше ста мест предлагают безработным балхашцам организации города. Сотрудники требуются почти в 30 предприятий и фирм. Четыре социальных работника нужны в отдел занятости. Плотника и водителя примут в детский дом. В центре языков открыта вакансия преподавателя английского языка. Менеджеры, инспектор по кадрам, машине сцены требуются в культурно-досуговый центр. Там же ищут руководителя ансамбля «Ветерок» и «Домбрового кружка». В центральной больнице возьмут санитаров, сторожа и вахтёра. Нехватка кадров также в школах, колледжах, детских садах и производственных предприятиях города. Полный список, где больше сотни вакансий, можно увидеть на нашем сайте orkinmedia.kz. Для спасения озера Балхаш выделили 2 миллиона долларов. Деньги дал Глобальный экологический фонд по просьбе правительства Казахстана. Они пойдут на улучшение экологической ситуации и эффективное использование земли в регионе, сообщает Казинформ. В начале года экологи Карагандинской области забили тревогу, озеро Балхаш уменьшается. По мнению специалистов, из-за заболачивания и засорения речных протоков камышом и бытовым мусором. Проблема также в том, что с Китаем до сих пор не достигнуто соглашения по распределению трансграничных рек. Исток реки Или находится в соседней стране, где с каждым годом наблюдается увеличение забора воды для нужд сельского хозяйства. Ученые обеспокоены, что Балхашу может грозить участь орала. Выделенные 2 миллиона долларов пойдут на разработку пилотного проекта по эффективному управлению природными ресурсами в Южном Прибалхашье. Речь идет об освоении пустынных территорий, где будут развивать сельхозкультуры и расширять площади пастбищ для домашнего скота. Чтобы Балхаш не повторил судьбу орала, мы будем систематизировать работу Или Балхашского бассейна в Алматинской области. Чтобы остановить процесс засоления, эффективнее использовать пастбище вблизи Балхаша и развернуть скот за 4 сезона. От Южного Балхаша до Тяньшане до Чу-Зайлийского Алатау будет развиваться культура садоводства. На сегодня у меня все. Увидимся завтра в 20.30 в итоговом выпуске новостей. Всего хорошего.